Фильм по жанру, что это? Опять-таки, получилась полная такая... Не надо вашего любимого слова, мы поняли. Каша, я когда-то снимался в фильме, в короткометражном, по рассказам Аркадия Аверченко. Это было три новеллы. Я снялся в фильме, моя новелла называлась «Невинное создание». Я и девочка там, маленькая, 911 год, вор и девочка. Когда моя дочка выросла, когда моя дочка стала, как мне показалось, подающей надежды, талантливая актриса, ребенок, но актриса... Она снимается в фильме. Да, да, да. Я подумал, как бы было бы круто переснять по этому рассказу Аркадия Аверченко, только со мной и с дочкой короткий метр сделать. Так это ремейк получается? Ну там, 911 год, и никому это не интересно. Я думаю, надо переписать. Мы взяли, переписали, сделали короткометражку. Опять же, мы, когда вы говорите «мы», кто это? Мы переписали с моей девушкой, Лией Скворцовой. Она образованный человек, в отличие от меня. У нее высшее образование. Она училась, она филолог, она училась в Инсу Сервантес, она умеет грамотно писать. Мы с ней вдвоем сели и перелопатили Аверченко на современный лад. Я поехал в Саратов сниматься каким-то ребятам в клипе. Они такие любители, они мне заплатили неплохо. Сели в ресторане, и они завелись вообще, хотели что-то снимать. Я говорю, слушайте, а давайте вы мне денег дадите, я короткий метр сниму. Они говорят, давайте. И вот так на дурака мне упало денег на короткий метр. И они заговорили о том, что, Леш, ну может быть потом дальше что-то, может быть что-то еще. Ну вот сейчас сделаем это, а может быть там продолжим. И Рома Качанов, режиссер фильма «ДМБ», который у меня в фильме тоже снимался в качестве актера, в ресторане. Мне сидит и говорит, Леш, а что вы мучаетесь? Снимайте сразу, раз у вас есть возможность, снимайте сразу полный метр. Я говорю, Ром, ну у нас нет сценария. Он говорит, мы с Охлобыстином ДМБ на коленках за неделю написали, у нас тоже не было сценария. Я говорю, Ром, ну у нас вообще нет, у нас есть только короткий метр, что дальше делать? Он говорит, ну и пишите. Мы с Ли и сели за три дня, написали вторую часть. А жанр какой? Да мы далеко ходить не стали, мы в принципе украли все у Балабанова, из брата. Ну, оператор, естественно, у нас похуже, денег поменьше, артист, Алексей Панин несколько уступает Сергею Бодрову. Некоторые сцены просто украдены один в один, просто вот проход по коридору украден у Балабанова. И когда эти люди попадают на эту сцену, где он идет и стреляет, они говорят, о, брат, начался. Вова Епифанцев, который тоже снимается в моем фильме, еще вырезал много, потому что кино попало ему в руки, Вова за голову схватился от увиденного материала. Я, во-первых, смонтировал на 2.20, Вова выкинул 40 минут, кино теперь час 40. Почему, как вы говорите, что режиссер Алексей Панин? Нет. Епифанцев перемонтировал, Джигурда практически виноват в том, что появилась третья часть фильма. Потому что у Джигурды было, у Никиты, в первой части был такой текст. Вот еду в Коктебель, сяду, там, Макс Волошин, сяду в дом-музей Макса Волошина, сяду на камушек, буду любоваться морем и рисовать картины. Я ему говорю, а ты еще рисовать умеешь? Он говорит, а то, говорит, непризнанный гений. А в тексте было, в сценарии, он говорит, нет, не умею рисовать, но научусь. Когда Никита это прочитал, он говорит, ты что, дурак, я рисую, у меня картины. А у Никиты действительно свои картины, очень со смыслом. И мы придумали третью часть, что Никита потом после всего... Такой эпилог, что Никите мы устраиваем выставку картин в Москве. И каждый принес что-то свое.